В далёком 1872 году возле города Томска нашли скелет мамонта. Вокруг этого скелета обнаружили десяток каменных орудий. И вот с тех пор идёт дискуссия, так что же это было? Одни археологи говорят, что это люди убили мамонта и его съели, а другие археологи говорят, что они нашли мёртвого мамонта и тогда пусть съели. Поскольку был ледниковый период, то сами понимаете, что мясо мамонта могло хорошо долго сохраняться. Но спор идёт до сих пор. Теперь давайте представим, а что же такое мамонт? Высота этого зверя 4 метра. Вот под этими брёвнами он уже не пройдёт. Длина тела 6-6,5 метров. Это вот от этого столба до третьего столба. Представили этого мамонта? Толщина шкуры у мамонта достигала 3 сантиметров. Перед шкурой был волос, остевой волос, вот как конский хвост. Вот юбка, так называемая юбка, волосы свисали. Это длина волос 60-70 сантиметров. И только под остевым волосом был мягкий подшерсток, который его защищал от холода. Длиной 12-16 сантиметров. Потом кожа. Потом слой жира до 15 сантиметров. Потом мясо. И вот представьте, какое нужно оружие, поражение, чтобы можно было пробить мамонта и повредить ему внутренние органы. Вот это такой мамонт. Я рассматриваю эту проблему с трех аспектов. Вот первый аспект биологический. То есть, насколько мамонта можно убить, как вот животное. Я вам скажу даже, что вот на охотники на слонов, которые охотятся с рузьями, вот есть такой, был такой англичанин, Джон Хантер, он убил больше тысячи слонов. И из охотников, из неизвестных охотников на слонов, он только один остался в живых. Потому что он всю жизнь не ленился таскать слоновое ружье с пулей, 54 грамма весом. От выстрела в упор от такого слонового ружья слон садился на задние лапы. Сила удара была до трех тонн. Но поскольку это ружье 12-16 килограмм, вот таскаться время, да еще патроны и прочее, многие охотники, которые убивали и 500, и 600, такие были слонов, переходили на более легкие ружья. И здесь единственный неточный выстрел. Слон развивает скорость до 40 километров в час. И выстрелом в голову, в череп его не убить. Убить слона можно только вот за ухом. У него есть участочек, вот с ладонь шириной, чтобы попасть прямо в мозг. Даже если попадете ему в грудь или в ногу, он все равно вас достанет и растопчет. Здесь вот вы видите скелеты, это еще не скелеты, мамонтов, бивни, бивни до 4 метров, 100-120 килограмм весов. Такие бивни. Кто осмелится на такое животное напасть? Среди животных у него противников практически не было. Второй аспект. Посмотрим вот на археологические памятники. А есть ли там оружие? Находят ли археологи оружие, которое в состоянии поразить мамонта? То есть это должны быть наконечники длиной не менее 50-70 сантиметров. Вот в Амбросевике на Украине там охотились на бизонов, так наконечники, масса бизона всего полторы тонны, а масса мамонта до 8 тонн. Некоторые пишут про 12 тонн весом. А что такое 8 тонн? Трудно представить, да? Вот во время Великой Отечественной войны в 1941 году у немцев был танк Т-1. Он весил 7 тонн. Вот и решайте. Пойдете вы с копьем на такое чудовище, которое 8 тонн весит? Здесь, по-моему, все ясно. Сразу должен сказать, что да, есть такие инструменты охоты, попадаются. Известные наконечники из бивня мамонта длиной 50-70-110 сантиметров. Но они единичны. На всю Евразию таких находок не больше десятка. Что бы могло доказать то, что человек охотился на мамонта? Это если найдут кости мамонта с застрявшим наконечником. Есть такие находки? Есть. На Дону есть памятник костенки. Вот там в костенках первых найдено ребро мамонта, пробитое кремневым наконечником. Там же, по устной информации, в черепе мамонта застрял, эта находка не опубликована, застрял каменный наконечник. Совсем недавно, вот в прошлом году, в Чехословакии нашли ребро мамонта тоже с осколками наконечника. И, наконец, да, ну, за рубежом, вот только в Америке, там стоянка Нако, якобы, есть тоже костя с торчащим наконечником. Вот в 2002 году возле Ханты-Мансийска, это в Западной Сибири, довольно к северу, был найден вот это местонахождение Луговское, был найден вот этот позвонок. И здесь вы видите отверстие, вот внизу оно, там в этом отверстии застряли два вкладыша, две микропластинки от наконечника. Основа, видимо, была избивня, а вот каменные лезвия вставлялись в эту основу, они сохранились. Вот указано на этой схеме местоположение позвонка. То есть это явно неубойная позиция, да? То есть спину попали ему, это не повредил никаких органов. Первоначальные реконструкции, которые делались, они были основаны на том, что этот вкладыш произошел вот от таких наконечников. На самом деле это кинжалы, на самом деле. Наконечники стрел есть, они крупные. Это кинжалы, кинжалы, наконечники копий. Вот наконечники стрел. Это костяные наконечники длиной до 28 сантиметров. Но это уже следующая эпоха. Ну, такие же наконечники были и в эпоху палеолита. Можно ли таким наконечникам вообще из лука поразить мамонта? На мой взгляд, нельзя. Вот давайте представим, что нужно пробить. Пробить слой волос, кожу, слой жира, слой мяса, и потом только поразить внутренние органы. Ни один наконечник, просто мощности лука не хватит, чтобы пробить и поразить внутренние органы. И тем не менее, в нем торчат явно вкладыши от наконечника стрел. И здесь возникает вопрос, а был ли выстрел по живому мамонту или по мертвому? Вот такие находки я расцениваю как свидетельство вызова. То есть человек посылает, он мог выстрелить и в живого, ну, издалека, посылая свой вызов, что вот придет время, когда мы до тебя доберемся. Вот такого плана. Он мог подойти уже к трупу и выстрелить с той же целью, с показателем своего преимущества над ним, погибшего мамонта. И экологическая проблема охоты на мамонта, в чем она заключается? Я работаю на севере Свердловской области. Там на реке Сосева очень много кладбищ, ну, так называемое, кладбище мамонтов. На участке 120 километров у меня 28 кладбищ. Можно найти и новые, и новые, но я не успеваю обследовать те, что уже известны. Вот как раз после этой экспедиции я сразу еду в Гаре, на Сосеву, обследовать очередное кладбище мамонтов. И что мы имеем? И вот представьте, как формировались эти кладбища. Дело в том, что любая река, протекающая в широтном, да, или в меридиональном направлении, у ней один берег высокий, один низкий. Низкий берег обычно заливается водой и далеко может заливаться. Там всегда сочная трава. Там пасутся травоядные животные, мамонты. А хотя у мамонтов всего 4 зуба, два вверху, два внизу, но он за сутки должен вот так перетереть своими зубами, а не как терки, до 400 килограммов растительной пищи. И, пожалуйста, там же и носороги, и северные олени, и дикие лошади. И, конечно, там же и хищники. И вдруг начинается резкий подъем воды. Такое случалось очень часто в эпоху плейстоцена. Все животные стремятся быстро переплыть из заливаемого района на высокий берег и тонут. Не все доплывают. Вода холодная, поток очень сильный, и молодые полувзрослые мамонты или старые больные мамонты погибают. Вот кости именно таких молодых мамонтов преобладают на кладбищах в гарях, на сосе. Когда вода падает, труп мамонта несет по реке и на крутом повороте он его выталкивает водой на берег. Затем второй труп, там не обязательно мамонта, там лошадиков, цепляются один за другом на низком берегу. И эти трупы оседают. И что получается? Получается естественный холодильник. Приходи, отрезай, отрубай и уноси. В 1901 году в Якутии нашли не скелет мамонта, а тушу. Сохранилась в вечной мерзоте туша. Удивительно, но в царское время все же сумели организовать туда экспедицию. А как нашли? Собаки прибегают в село, и у них окровавленные пасти. Местные охотники пошли по следу и смотрят, отпала глыба льда, и там какое-то чудище лохматое, волосатое сидит. Оказывается, мамонт провалился в трещину, в ледовую, сломал правую лапу и правую ключицу. Уже не мог выбраться. И там умер. Так вот, собаки уже отъели ему хобот. И сейчас это чучело этого мамонта, оно экспонируется в зоологическом музее в Петербурге без хобота. Когда эту тушу разделывали уже ученые, они выяснили даже, что ел мамонт, в какое время года он погиб, весной он погиб, там даже в желудке остатки ромашек нашли. Там семена разные, травы, но это уже другая история. Нас интересует, как можно есть это мясо. Нет, можно. Некоторые люди пробовали это мясо и говорят, оно по вкусу похоже на конину. То есть у них длин, жесткие волокна, толстые волокна, как у конины. Но мясо было вполне съедобно. Здесь возьмем еще второй вопрос. Когда мы смотрим список животных, которые нашли на стоянке, то мы видим, что на первом месте мамонты. На первом месте. А на втором месте северные олени. Так чем мясо вкуснее? Северного оленя или мамонта? Я думаю, все скажем северного оленя. На севере я его не раз пробовал, это вкуснятина, можно сказать. А откуда же тогда эти кости мамонта на поселениях? Говорят, убили, принесли. А теперь посудите следующий момент. Вот убили вы мамонтов. Хотя вот, например, на Украине есть поселок раскопанный, Межиричи. Там три жилища. На изготовление этих трех жилищ ушли кости 110 мамонтов. 110 мамонтов. Вот можно загнать? Это говорят, загнали стадо 110 мамонтов и убили. Это же сколько человек надо, чтобы загнать 110 мамонтов. Да одновременно. Сейчас уже ясно, что мамонты жили группами. Женские особи жили отдельно от мужских. И эти группы не превышали 40-45 особей. А тут 110. Что-то тут не сходится. Теперь посудите. Вот у нас в Свердловске умер слон зимой. И биологи выпросили его тушу и разделывали. Вот они его железными ножами трое суток разделывали. А французы провели эксперимент по разделке слонов каменными ножами. Каменными ножами. К сожалению, они не указывают конкретно публикации, сколько конкретно ушло и сколько человек было. Но по таким данным там разделку группой 7-8 человек ушло 7 суток. А теперь посчитайте, сколько суток нужно разделать 110 мамонтов. А что такое разделать? Это запах крови, кровь везде, это внутренности. На запах крови сбегутся все хищники. Ну, хищники еще ладно. Но сбегутся всякие мыши, там, всякие горностаи, песцы. и будут это все грызь и грызь. Далее. Есть такое понятие мацерация трупа, то есть освобождение трупа от мягких тканей. В естественных условиях по сравнению со слонами туша мамонта освобождается от мяса в течение полутора лет. Что же дальше? Вот загнали они, допустим, загнали они 110 мамонтов, полтора года им надо выждать, пока это мясо полностью и потом только строить. Очень накладная ситуация, невероятная ситуация. Гораздо проще прийти на ближайшее одно или несколько кладбищ, которые были везде, собрать нужные кости и принести уже мацерированные. Из них построить себе жилища. Гораздо проще. Вот подтверждение, косвенные подтверждения, что они именно так и делали. Вот когда начинают датировать, есть такой метод, радиоуглеродный метод, датирование органических веществ, в том числе костей, то что получается? Получается, что иногда один памятник отдает разброс дат, там, 14 тысяч лет, 18, 33 тысячи лет. Ну, говорят, естественный разброс дат. На мой взгляд, этот разброс объясняется очень просто. Они приносили кости мамонтов, погибших, в разные годы, даже разные тысячелетия, и строили из них жилища. И вот в Межиричах, вот, среди этих 110 мамонтов, есть еще кость 111 мамонта. Это громадная обедренная кость длиной 120 сантиметров. От этого мамонта больше ни одной кости нету. То есть, эта кость, даже авторы раскопок, они согласны, что кость принесли с какого-то кладбища. И вот здесь, когда я вам вот эту всю ситуацию представил за и против, и решайте, как говорится, сами, охотился ли человек на мамонта или нет. Мое мнение какое? Что человек мог охотиться на мамонта, но только на отдельные ослабевшие особи, может быть, на больных мамонтов, вбок он охотится. Но массовой охоты на мамонта, конечно, не было. Есть различные предположения, что зачем охотиться, их травили растительными ядами. Но я эту версию даже не рассматриваю. Вы отравили этих мамонтов, съели мясо, и что с вами будет? Да то же самое. Версий очень много, так что здесь вот все примерно на таком уровне и заканчивается. Понятно ситуациями с мамонтовами? с от до 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 Продолжение следует...